Канал «Аль-И'Аттисам» представляет Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расуули ллах, амма ба'ад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья-мусульмане, иншаллах, сегодня расскажем Василия нашего любимого сподвижника Абдуллах ибн Масхуд, к нему пришел один мужчина и спрашивает «О, Абу Абду Рахман!» Это была Кунья Абдуллах ибн Масхуд, «Научи мне несколько слов, которые я могу пользоваться, с них взять. Фа-калл-лах Абдуллах, Абдуллах ибн Масхуд сказал этому мужчине, «Ла тушрик билляхи бихи шайа», «Не приобщай с Аллахом, со товарища другого, не дели ширк?» «Зул маа л-Кур'ане хайсу зал» «Зул маа л-Кур'ане хайсу зал» «Ти иди за Кур'анам, кудабе анетбени вела» «Папуте Кур'ана иди» «Перви насиха, первый васия, не дели ширк» «Фторой, иди за Кур'анам, кудабе анетбени павела» Следуй за Кураном и сунном Пророка, потому что Куран требует с нас, чтобы мы следовали за Пророком Мухаммада. Кто бы тебе истину не принес, принимай эту истину. Кто бы его к тебе не принес. Хоть он для тебя будет далекий и ненавистый для тебя. Хоть ненавистый человек тебе принес истину, это принимай. Кто тебе заблуждение принесет, кто тебе неистину принесет, верни это. Это верни, это заблуждение верни к нему. Хоть он для тебя близкий, любимый человек. Вот два строка, но здесь сокращается весь опыт нашей жизни. Как мы должны, как мы должны делать, принимать истину, какие-то весы у нас должны быть. У нас весы не должны быть люди. Если этот человек сказал, что это истина, если другой сказал, что это заблуждение, нет. Мы должны сравнивать слова, которые человек нам говорит с Кораном и Сунной. Если он правду говорит, мы должны их принимать. Хоть этот человек, который это говорит нам, нелюбимый человек. А также заблуждение, кто к нам принесет, хоть это близкий для нас человек, хоть для нас он любимый человек. Это мы должны отталкивать, отридцать это заблуждение. Это для нас весы, братья. Какие бы слова мы ни слышали, мы должны сравнивать их с Кораном и Сунной. Саупала, мы их берем, кто бы нам это ни сказал. Пусть Аллах нам облегчит, принимает истину и следует за Ним. Аминь. И также Аллах даст нам понимание, что это заблуждение и отделит нас от этого заблуждения. Аминь. Сейчас начнем вопросы, которые поступили, отвечают от братьев. Всем братьям, которые салам дают, алейкум, ас-салам, арахмату Аллахи, а баракату. Вопрос. Купля-продажа в рассрочке разрешено ли? Братья, если вам не затруднит целую неделю, этот вопрос повторяется на каждом прямом трансляции. Посмотрите там, есть полезные вопросы, ответы, и получите знания тоже. Этому вопросу мы ответили. Но сейчас тоже отвечу, рассрочку, разницы нету, если рассрочки ты покупаешь. Но там условий не стоит, если ты вовремя не оплатил, в конце добавляются проценты, если такая условия нету, или в конце добавляется пение или штрафы, то это рассрочка можно. Если там добавляется, например, в большинстве этих странах, то, что бывает, в банке, когда ты что-то берешь на рассрочку или машину покупаешь, если ты вовремя не оплатил, или месяц опоздал, два месяца опоздал, ты должен добавить туда несколько процентов еще. Таким условием расписать и взять рассрочку, харам, хоть ты будешь уверен это получить. Можно ли развестись мужем, если он не дает покрыться? Муж, если тебе мешает соблюдать религию, не дает тебе покрыться, не дает совершать твой фард. Не говорю суннат. Если тебе мешает совершать тебе фард, и ты не можешь этого делать, тогда харам с таким мужем остаться. Из-за этого надо теперь мужу на всех отделать. Сказать, сам тоже молись, сам тоже соблюдай, и воспитывай своих детей тоже так же, и мне тоже соблюдать. Если муж не дает, тогда обращайся к шариатскому калды или шариатскому человеку, чтобы он решил ваш вопрос и развел вас. Проживаю в Европе, иногда оказываюсь в дороге во время намазов и молюсь на улице, правда же ли, что женщине разрешают отложить намаз, пока она не будет дома. Нет. Проксал Айсам сказал, где бы ты не достал в свое время намаз, там и молись. Земля для нас, Аллах Субхан Аталу, сделал мечетью, нам не обязательно мечеть быть. Где бы мы не достали намаз, там и помолимся. Но в таком месте оказываешься, нет момента делать место, или туалет пойти, или же земля грязная, не можешь молиться, место найти, это иногда при необходимости, когда трудно или нету, например, за рулем идешь в машине, остановиться не сможешь, пробка попал, тогда можешь отложить намаз на другое время намаза, хоть ты не в сафари, хоть ты в городе находишься. Это исключение. Обычно, постоянно надо вовремя намаз делать, Аллаху Адам. Можно ли работать в судебных приставах? Нельзя работать в судебных приставах. Тем более, ты помогаешь тагуту отпирать имущество мусульман. Это является зулмом, это тебе придет с каким-то боком, тебя Аллаху Адаму накажет, тем более, когда ты наказываешь людей несправедливо. И помогать тагуту в судебных делах является харамом и куфром. Ас-саламу алейкум рахматуллаху барракату, идти на следующий день в кладбище после похорон на уведение или а просто пойти на кладбище после похорон не является нововведением. Но ты туда идешь за то, что люди идут и постоянствуют. Каждый, например, как Дагестан делает 7 дней, 42 дня, 52 дня, это все является нововведением. Проксал Алейсалам хранил человека, потом второй день имен не ходил. А любой день пойти к кладбищу разрешено. Можно ли читать Коран по памяти, если не прикрыт аурат? Да, можно читать Коран с памяти, если даже аурат не прокрыт. Человек хокм кальяна, какой брат? Хокм кальян является харамом. Безученый Ахли Сунна ни одного не знали, кто его разрешает. Кальян вреднее намного, чем сигарет. намного вреднее, чем сигарет кальян. Из этого его хокму тоже является харамом. Является ли взяткой, если дать деньги за экзамены, за счет университета? Университет человек, который учится врачом и дает деньги и получает диплом, потом становится врачом и лечит и калечит, это является харамом. И этот зачет, за этот зачет деньги тоже является взяткой. Нету такого хадиса, что правая рука шайтана гуляет вокруг Кааб. Правда ли, что достоверный хадис, что правая рука шайтана гуляет вокруг Кааб? Нет. Я ухожу на море и работаю в море от двух до четырех месяцев, как делать намаз сафаром или, как обычно, судно постоянно передвигается. В таком положении делал намаз как сафари. Валлаху Алям. Можно ли красить брови черный цвет? Можно. Саламу алейкум рахмат уллах про поднятые указательные пальцы ташахута не понял из ответа телеграмм. Объясните, пожалуйста, в какой момент именно поднимать шафиевскую мазхабу? Палец имаму науи говорит, надо поднять слово илля Аллах ашхаду аля илля Аллах когда говоришь. Надо поднять. А так изначально как ташахут начался до конца держать более праведный судно будет, иншаллах. Можно ли слушать Абу Ханзалу турки? Если есть ошибки, расскажи много о них. Иншаллах отдельно может быть лекцию сделаю, а так сейчас. Разведенная взрослая девушка может ли выходить замуж, не сказал об этом отцу? Нет, нельзя, но ответ есть в той же канале. Братья, посмотри туда. Будет ли большим грехом, если во время совершения намаза включится музыка на телефоне, телевизоре и тому подобное, и человек не может выключить ему, потому что этот предмет, на котором она звучит, не рядом. Нет, не будет. Если ты нарушен, не включил эту музыку, или же услышал, докончит свой намаз, потом отключишь. Если она перед находится, можешь пару шагов сделать, отключить, можно отключить тоже. Брат, что делать, если мусульман не отдают долг? Ну, конечно, мусульмане, если долг не отдают, есть много способов, когда нет шариатского суда, и сила шариатского суда, трудно использовать, а так, если долг не отдают, шариаты, говорят, смотри, если его имущество есть, его заставляют кроме для него необходимой для житья оставляют, остальное заставляют продать и закрыть долг. Можно ли спать на животе? Этот вопрос тоже отвечен, но нежелательно спать на животе. А так, эти самые вопросы досконально есть. Могу ли сделать акикл за своего сына нам уже скоро полтора года? Отцу нет разницы на сына. Нет, отец просто не делает ему разницы нету, говоришь, можно делать, Аллаху Аля. При касании жене случайно мнение портится или нет? Более правильное мнение ученых, что не портится. Это мнение трех имамов, кроме шафия шафия рахмаллах. Мы ходим в мечеть, где имам во время пятничной проповеди приводит недостоверный хадис. Как нам поступить? Послушайте проповедь, если уверен, это недостоверный хадис, зная, привел. Есть хадисы просто недостоверные, есть хадисы выдуманные. Если выдуманный привел, подойди на себя, сделай, объясни, а так можно за ним молиться, за это. Брат, когда женщина берет гусуль, нужно ли голову полностью мочить? Или можно макушку намочить то, что длинные волосы? Гусуль имам шафия рахмаллах не отличается, какая бы она гусла ни была, гуслу после как с мужем приспала или же после администрации надо полностью намочить волосы, от корня до кончика волос. Есть второе мнение, это мнение имама Ахмада, если женщина делает гусуль после месячных, она намачивает полностью голову от корня до кончика волос. А если эту гусуль от за то, что приспала с мужем, тогда только берет три ладошки выливает воды на голову, потом продолжает мыть тело и не обязательно косички развязывают косички. Как есть, так воду наливает и искупается. Это мнение имама Ахмада, это более правильное мнение, которое подходит хадисам пророка и Аиша тоже рассказывает, что пророк им не приказывал, когда они купались, когда с мужем приспали, что развязывают косички. А после месячных полно намочить надо голову Аллаху Алям. В роддоме при родах обязательно присутствует мужчина-врач. Дозволили мне там рожать или лучше будет ехать домой в Дагестан и лежать с сестрой мусульманкой акушеркой на дому? Да, конечно, если у тебя получается родить где мужчин нету, тогда где мужчин рожат это является харамом. Где мужчин есть является харамом. А если нету женщин акушерка, которые принимают, это уже является необходимой необходимостью и нет врача другого, тогда можно родить у мужчин. А так если мужчина есть, эта женщина есть, мужчинам пойти харам. Саламу алейкум, можно крутить сотчик света, ток можно крутить, можно иншалла. Муж работает МВД, есть ли на мне грех за это? Муж работает, на тебе греха нету, что он работает, на тебе грех есть, что с таким мужем живешь, который работает в харамном месте, даже может быть куфра в этом месте, там работает муж, запрещено, и куфром является, объясним мужу это, и после этого тоже будет продолжать, с таким мужем жить, является запретным. Как правильно делать полное омовение? Полное омовение делать правильно, сперва делать маленькое омовение, пред полное омовение, сперва заходишь, например, душ, делаешь маленькое омовение, потом наливаешь три ладони голову, сперва голову моешь, потом правая сторона, потом левая сторона, вот полное омовение человека. В каких намазах делается дуа поклоне, на земном поклоне, и фарда или сунна? Оба намазах можно дуа делать, и фарда можно делать дуа, и сунна можно дуа на арабском, а на других языках лучше фарды не делать, нельзя, о суннах некоторые ученые разрешают Аллаху Алим. Если долги мужа закрываешь, это ажр будет или лучше садака давать? Нет, лучше тебе закрыть. Дать садакам мужа, чтобы он закрыл свои долги, это ты двойной ажр получишь. Один ажр за садака, второй ажр, за то, что ты придерживаешься родственные связи. Если муж признается, что любит другую, пусть женится на нее тоже. Я совершил джума на квартире Москве с братьями, можно ли так совершить? Да, если там есть несколько братьев и знают, как делать джума, можно совершать, если рядом нету мечет, в которой можно молиться. Если музыка звучит, конечно, намаз делается, сосредоточится. сосредоточится, делается намаз. Музыка включил, а если нет другого места, и оказался в таком месте, где без музыки не находишь места, тогда, если поможешь, намаз считается. Бедняк тот человек, который работает, например, и то, что он зарабатывает, не хватает на его расходы семьи. Например, ему нужен день, 10 рублей на расход, он заработает, может заработать только 7-6 рублей, это является бедняк. Можно участвовать в фитнесе между двумя группировками, если одна из них нападает на другую шаме? Это вопрос решает ученые, которые находятся в шаме, между этими группами, которые есть шариатские, потому что отсюда мне легко сказать да или нет. Там шариатские, они собираются и решат этот вопрос. Ассалам алейкум рахмут лав ракату шейх, можно ли сам себе делать акику? Акика не на тебя обязан брать, на акику обязан на твоего отца, а не обязан сунна, является желательным, не обязанным, на твоего отца не сделал, на него остается, ты не должен его делать. Грех ли носить норковую шубу? Нет, не грех, по мнению многих ученых. Есть кто говорит, нельзя носить. Можно лечить за деньги, если ты врач, может лечить кого-то за деньги, да, можно. Ахей, добита дичь на охоте, при выстреле говорим бисмиллях, эта дичь добыта является халалом, если эта дичь, когда ты попал, она еще жива осталась, ты догнал и должен залезать. Если не получится, не успел, как ты говоришь, сказал бисмиллях, тогда это является муж работает в ГАИ, но он молится, что может об этом сказать? Могу сказать, пусть продолжает молиться и оставит работу. До скольки делать можно обеденный намаз зухар? Пока намаз после обеда не наступит. Я сейчас не знаю время намаза откуда ты пищи. Если муж доволен нравом и религией своей жене, однако она не привлекает его внешне, является ли шариатской причиной для развода, чтобы не мучить друг друга. Если оба хотят разводиться, да, а так если жена является хорошим религией, хорошим нравом, брат, что ты больше от жены хочешь? Ее внешность Аллах создал таким за это, что если ты не хочешь мучиться, женишь вторую, но это тоже осталось. А так за то, что им нравится, выгнал ее и другую взял, потом она будет у нее внешне красивой, внутренность уже не характер нехороший, потом придется другой терпеть. Из этого женщин не найдешь все качества, которые у женщин есть, если будешь искать. А так, если ты хочешь на другой жениться, нет запрета. Сказать тебе разводиться тоже не могу сказать, но такие за мелочные причины ломать сердца женщин. Пока ты не женился, тоже внешность этой женщины была, куда ты смотрел. А когда женился, сейчас говоришь, характер хороший, внешность плохой, так не бывает. может даже не узнал его характер, узнал его религию, а внешне она видна, а после женит характер хороший, религия хорошая, внешне как понять сейчас. Сам подумай. Ас-саламу причина, почему они не согласны, может ты являешься недостойным для этой девушки, может твой характер не подходит, может девушка не смотрит, почему именно отец, дедушка смотрит на это, потому что они знают, может девушка смотрит за красивые слова парня, но родители смотрят за религией, родители смотрят за нравы парня, из-за этого, если отец против, надо узнать, почему он против, если у нее есть шариатские причины для этого, да, она не может замуж быть, если нет, на зло девушки не выдают ее замуж, или она хочет выйти, отец не дает, тогда ее выдают шариатские замуж, открыто, не скрытно, Аллаху Алям. Можно ли поехать в Медийский университет? Да, можно поехать в Медийский университет, если есть у тебя там человек, который будет за тобой следить, чтобы твое убеждение не изменилось, там уже день за днем искажают убеждение, день за днем искажают, распространяют мурджийские акиды, если там люди есть, которые будут тебя контролировать, чтобы твой акид не исказился, тогда можно поехать. Что делать, если Кораном, если на его странице попала кровь, почисти, если получается, если нет, по мере возможно почисти, я остался. Ас-саму алейкум, у меня мечет бедаатчиков, что мне делать? Если другого мечет рядом нету, за то, что они бедаатчики, за бедаатчиком, единогласно имаму, что можно за ним молиться. Если есть ахли сурн, туда иди, если нету, за ним помолись, их не беда не делай. Одна сестра мусульманка продает нижнее белье, ей сказали, что кафирам женщин нельзя продавать, что вы скажете насчет этого. Нижнее белье и кафирам и мусульманкам можно продавать, там харамного нету. неюбки или открытая одежда. А нижнее белье кафиры и мусульманок одно и то же. Это вопрос, что делать, если родители не дают хиджаб одеть. Это вопрос. Сегодня я ответил, иншаллах, в течение недели может быть она выйдет, там посмотрите, а так держите хиджаб, хоть не только мать плачет, хоть сказать, мать, я повечусь, если хиджаб не снимешь, не имеем права мой хиджаб снимать. Это приказ Аллаха, приказ Аллах выше всех приказов Аллах Алям. Нужно ли убирать наджаз со своей тела перед тем, как взять полное омовение? Наджаз почистит аурат, потом берешь омовение полное. Можно ли заниматься страховым делом? Нет, нельзя. Взять комментам какой хокум? Зятка давать, чтобы он тебе большое наказание не делал. Хоть ты прав, он хочет тебе наказать, чтобы например, зятка давать является харамом. Но, чтобы он тебе из двух зол выбрал наименьшее, ты имеешь право отдать. Но это ему грех, ты отталкиваешь большой, например, он хочет тебе с 4 до 5 до 10 тысяч рублей, ты ему 6 тысяч рублей, и уходишь. Это не является харамом для тебя. Залим хан, имя нужно менять на другое исламское. Залим хан, это получается слово, как тебе сказать, зулму, который делает человек, это имя, когда плохое имя бывало, всегда менял на хорошее. Тебе тоже желательно это поменять. Какая разница, мужчины и женщины должны шариатский вопрос знать. Тут умный, зачем мужчины тут пишут за гусуль. Кто не знает вопрос, любой человек можно спросить, и мужчина, и женщина. спрашивая спрашивали, нет такого шариата запретный вопрос или незапретный вопрос. Можно ли работать нацгвардией? Что за нацгвардией? Есть структура кафирской структура, работать там. Портится ли от ребенка омовение посторонний человек, маленький девочка? Нет, не портится. Мусульманы хотят посадить тагуты. Подкинули оружие. Можно нанимать адвокатов и давать деньги за тагутом, чтобы отпустили и не куфр. Это не является куфром, это является принуждением таким образом отдать тагуту, освободить мусульманина. Или же адвокату отдать, чтобы работал это не является куфром. Можно ли перед отчимом снять хижаб? Да, можно с ним перед отчимом. Как перед отцом можно перед отчимом тоже ходить. Если ты дома молишься, ты можешь откладывать, судно откладывать. Если еще от мечети хочет молиться и мечеть рядом, тогда чем откладывать его, лучше пойти в мечети с людьми вовремя молиться. После свадьбы узнал, что муж работает в МВД. Есть ли грех на мне за это? Суханаллах. Я как дочери выдают свою замуж родители. За их имущество смотрят. Если пришел сватать человек твою дочку, ты должен узнать, кто он такой, какой у него характер, какая у него религия, пока его замуж не выдавал свою дочь. Это ответственность от Аллаха на отца или на брата или на дядя, чтобы он смотрел, за кого уходит ее дочь. Можно ли детей отдавать садыки? Этот садык является исламским садыком, который там не учит детей запретным, да, можно отдать. А если там с детства учат их девочкам танцевать, музыками, каждый праздник отмечать, туда отдат харам за то, что их обучают харамное с детства. Что делать, если болен шайтаном? Человек, если болен, Аллах для каждого болезни поставил лечение. Ты можешь обратиться, кто читает Коран, чтобы вылечить от джинов, или сам можешь стараться соблюдать суннаты, читать побольше Коран, читать утром и вечером Аскари, чтобы отделил Аллах этот джин от тебя. Можно ли женщине сидеть в Инстаграме, если муж запретил? Если муж запретил, женщине харам сидеть в Инстаграме, потому что слушаться мужу, тем более в таких вещах, есть очень много соблазна и греховное, и муж запрещает это делать, тогда харам женщины там сидят. Ас-саляму алейкум, можно ли работать пожаркой, не пускают на Рузман, заставляют брить бороду, нельзя, харам работает, есть такое дело. Не только пожаркой, в мечети тоже нельзя работать, если Рузман не пускают не только пожарки. Можно ли красить волосы черный цвет, по мнению большинства ученых, черный цвет волосы красит, запрещено, остальные цвета можно красить, это вопрос тоже есть у нас канал, алиатисам, канале, алиатисам, заходите, посмотрите, более конкретный ответ, можно ли контролировать потомство, имеете ввиду, мы этот вопрос ответили, но повторюсь ответом, чтобы вообще дети не рождались, какую-то операцию делают, или женщин, или мужчин, это является харамом, имеется ввиду, женщин трубки завязывают, или мужчин что-то делают, это является запретным, а так временное остановление, например, используют какие-то таблетки, если эти таблетки не вредят ни женщин, ни мужчинам, если пользуются, если от них нет вреда, можно их пользоваться, или же другие способы, которые нету, не вредят здоровье человека. Моя сестра влюбилась в брата по вере, она все делает, чтобы его забыть, но не может два делать, толпу делать, что делать? Если они общаются, общение, чем харамное общение делать, лучше им жениться и прекратить это общение, если нет намерения жениться, тогда и общаться харам, даже намерение жениться, общаться харам, не только намерение, даже с намерением жениться, общаться харам. Или они женятся, или они расходятся, а так себя обманом заниматься запрещено. При свидании с девушкой должен присутствовать родственник, мужчина или родственник. Отдельно свидание с девушкой делает харам. Его вали рядом, отец, брат или родственник какой-то и таким образом делается свидание. Можно ли кушать в похоронах? Сунна в похоронах у нас все наоборот. Когда человек умирает, их беда. Беда еще увеличивается, когда расходы, тем более на это человек, когда умирает, увеличивается, сразу баранов режут, быков режут. Это является все нововведением. Эти кушать запрещено. Сунна пророк салам этих людей, у кого беда, их звать к себе домой, их кормить. Не они готовили, как на сваду, человек умер, как на сваду стол покрывают и кушают. Это является бедой, там кушать является харам. Наоборот, их надо кормить, у них беда, им не для еды, это не для еды, не питье. Их надо позвать к себе домой, кормить. Они прийти к ним неделями сидят, кушат у них. Читать Коран по транскрипции, если в этом какая-то польза нету, потому что невозможно неарабским буквами Коран правильно писать. Из этого лучше найди человека, кто тебе будет учить. если нет, даже через YouTube можешь себе буквы арабские изучать и начиная с маленьких сур повторять за ним и учить Коран. Алхамду ля Алла нам сейчас много вещей дали облегчать выучить нашу религию. Можно ли сватать к девушке, если к ней уже ходили сватать, сваты им не дали слова. Если уже сваты ходили и они ждут ответа, пока им ответ не дадут, харам второму человеку к ним идти. Прокс Айсам сказал, не делайте сват на сват брата мусульманина. Из этого нельзя сватать, пока ему ответ не дадут. Дадут патологический ответ, отходишь, дают отрицательный ответ, когда можешь пойти сватать, пролюм нету. От кафиров можно соболезнов принимать и отвечать тоже можно, но тем дуам, которые разрешены для кафиров делать. Если тебе сказать да направит Аллах у вас прямой путь, такими словами, пусть Аллах дадут вам собор, но нельзя им делать дуа, что Аллах простил. Будучи кафиром, Аллах не прощает. Хоть будут родители, нельзя даже родителям кафиром делать дуа, не только друзьям или дальним родственникам. Можно ли врат ментам когда забрали, если менты забрали и тебя мучают, нельзя им правду правду скажут, еще они хуже зумы делают, такие моменты нельзя им правду даже говорить, не только можно. Можно ли читать все намазы вслух, если читаю один, нет, обеденный, после обедения читаешь тихо, можешь читать ночной, вечерний, ночной, утренний громко. Можно ли мне мужу просить, чтобы он получил выкат разводимся из-за ее глупостей, ведь так будет лучше ребенка, чем без родного отца расти. Как ребенку лучше будет, это Аллах лучше знает, если ему жизнь сохранена, хоть ты будешь просить, он родится, это глупость, он без отца не будет расти, ты же живой, ты же живой, хоть отдельно, родители развелись, но дети нельзя, их мучат, не пускать к отцу, или отец не пускает к матери, нет, в шариат есть установлены правила, это надо соблюдать, хоть вы развелись. Если кафир заколол мясо баран, хоть нельзя кушать, кроме мяса христиан и иудеев, если они, как мусульмане, порезали мясо, их мясо можно кушать. Сейчас смотря твою трансляцию, брат назвал зомбиреванным, мат называет зомбиреванным, как бы, как бы, они тебе назвали, тебе это не вредит, брат. Например, если, я не говорю сейчас твой брат, общий пример, если дурак смеется на умного человека, что ты дурак, это тебе вредит? Нет, это больной человек, такие же, которые неверующие люди, когда смеются над верующими, это не надо тебе задавать, наоборот, ты им дуа делай, призывай их хорошо, покажи свою мягкость, тем более, когда мать тебе такие слова говорит, чтобы Аллах их сердца облегчил. Можно ли принимать помощь от кафира, если он знает, что я считаю, что он кафир? Да, можно от кафиров халальные помощи принять, запретную нету, Аллаху Алям. Если при жизни были татарировки, после смерти выразить их нужно или нет? Нет, не нужно, после смерти не нужно, но при жизни есть татарировки, это проклятый человек, только татарировка делает, проклятый сказал, ну, ты, Ислам, пришел, ответили, уже она была, если его можно убирать без особой боли, или же, когда убирается на открытом месте, слишком большой шрам не становится, ты обязан его убрать. Тем более, сейчас лазерный этот есть, чистки кожи, надо их убирать, если получается. Если нет, просит прощения Аллаха, иншаллах, простит. Можно ли искусственные цветы дома держать для украшения интерьера, делать самой цветочной композиции и продавать? Проблем нету, цветы держат дома, хоть они будут искусственные, какие-то плохие приметы или нет, это все является враньем, проблем нету, можно их дома держать, и можно работать и продавать тоже. Можно ли делать пересадку волос на лысину? Можно. Как возмещать намазы, если не молился? На этот вопрос у нас есть ответ. Коротко говоря, четыре мамы говорят, до возмездия должны, но есть мнение, ты хоть сей день будешь молиться, то, что пропустил, один намаз даже не можешь возместить. Делай тауба, проси Аллах прощения, делай побольше садака, хорошие деяния, чтобы Аллах с вами на Тауле простил. Можно делать намаз одежды, если после стырки на ней остались следы крови. Если они не отходят, следы крови остались, тогда можно молиться. Коротко скажем, хоть по шафельскому помолимся, хоть по анимфельскому намазу помолимся, твой намаз считается. А то, что шиит говорит, шииту вообще не слушай, и не стоит, они слушают, они люди не из нашей религии. Они прокляляют наши жены пророка, саллилалайу асалам, и они не считают пророка, саллилалайу асалам, жены пророка, из подвижников пророка, кроме 7 или 12 подвижников считают, остальные всех их считают кафирами, и много заблуждений этих людей, вообще даже близко не подходят к ним и не слушают их в Аллаху а'лам. Брат делает намаз, жена не делает и не слушает. Он из-за детей терпит, нужно терпеть или прогнать. Надо сказать, если не молится, женой жид является харамом, или она начнется молиться, или тебе придется отпустить ее, и она так, разойтись надо. Нельзя, харам жид, женщина, которая не молится. иншаллах, на этом мы остановимся сегодня. Жиза кумулаху, хайран, и вам тоже Аллах пусть сохранит и даст правильное понимание религии. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته